Доброе утро, ребят! Мы в Техасе. Мы сейчас остановились в каком-то маленьком городишке, потому что у меня есть ребенок, которому интересно все пофоткать, везде пофоткаться, вот рядом с такими машинками старенькими. Мы остановились на заправке Тесла. Короче, тут все закрыто сейчас, в воскресенье. Пойдем мы погуляем немножечко, пофотографируемся, посмотрим глубинку Техаса, вот и вернемся обратно. А потом поедем уже на тракстап купаться. Че? Ее очки забыла. Очки забыла она. Давай бери. Вот такой вот маленький городок, это не доезжая 100 миль до Амарилло. Очень такой аутентичненький, будет много красивых кадров, всякого старого и такого колхозненького тоже интересного. Пойдемте фоткаться. Нравится тебе этот грузовик? На таком бы со мной поехала в путешествие? Серьезно? Ребят, смотрите, это старинный GMC. Посмотрите, вот этот GMC 22 тысячи паундов гросса, то есть грязными может поднимать. Напоминаю, мой трак 80 тысяч, а вот эта вот развалюха когда-то 100 лет назад, я не знаю, 50-60 лет назад поднимала 22 тысячи паундов. С ума сойдешь. Мне кажется, он на ходу. Колеса надутые. Смотрите, они какие. Реально он на ходу? Я тебе отвечаю. С ума сойдете. Юля ходит, говорит, офигеть, офигеть. Где ты такое еще увидишь? Ребят, просто гиблое место. Ну, ни души нет. Вот мы ходим, бродим. Одна машина в час проезжает. Вообще ни души. Там вот какие-то ремонтники, дороги ремонтируют и просто ничего. Зато вот такие вот аутентичные местечки, всякие старинные машины. Мы сейчас вот туда пройдем немножко. На дороге хочешь? Тут опасно, наверное. Ну, вон ездят же иногда. Короче, идем и ищем что-нибудь интересненькое. Смотри, как прикольно. Просто американская деревня. Сейчас. Очередная локация. Ну, реально, как будто люди покинули эти места, как в фильме катастрофе какой-то. Просто побросали все, как стояло. И вот теперь это музей. Город-музей. Офигеть. У этой машины накачанные колеса. На них кто-то ездит, что ли? Подпертая брусочком. А нет, там она стоит на домкрате. Продается от владельца. Офигеть. Сколько она стоит, ребят? Тысячу долларов? Воряд ли. Пару сотен долларов и забирайте. Их восстанавливают вообще и потом за космические деньги продают. Юля залезла внутрь и говорит, а руль-то деревянный? Ребята, руль-то, руль-то деревянный. Ну, тут и полы деревянные. Да и вообще машина сделана из дерева. Капец. Как это все вообще сохранилось и дошло до наших времен. Диски хотя бы железные. Спасибо и на том. Такая вот ерундовина. Идем дальше. Так что, ребят, если вы думаете, что вся Америка выглядит как Нью-Йорк, вы глубоко заблуждаетесь. Вот это типичная Америка. Брошенная, выставленная на продажу, закрытая, захлопнутая, забытая, бедная. И что вы понимали, мы находимся не где-то в заднице мира. Эта дорога находится прямо на 40-й дороге. Это самая загруженная автомагистраль в Америке. Больше, чем через эту дорогу, но не через эту, а мы сюда вышли с хайвея. Буквально вот на том перекрестке. То есть, чтобы вы понимали, это одно из самых проходимых мест в США. И здесь машины поток идет бесконечно. И вот так вот выглядит место, где рядом идет хайвей. То есть, это не где-то там в горах, в захолустье, в деревне, далеко от дороги. Нет. Это очень близко к дороге. Если вы видите, все разрисовано РУС 66. Это знаменитая 66-я трасса. И вот здесь это все вот так выглядит. Мы поэтому здесь и остановились, потому что я, Юли, пытался показать 66-ю дорогу. И вот все, что я ей смог показать. Но ей и нравится. Она кайфует от всех таких декораций. Она говорит, что как будто здесь все к фильму выставили и оставили как есть. Сейчас вот этой машинке еще пофоткаю ее и пойдем дальше. Я что-то не понял. А нам в Нью-Йорке это продают? Что это такое? какой-то фрукт. Какой-то фрукт, растущий на кактусе. А мы за это платим деньги. Вот так вот. А главное, все закрыто. Вообще, все везде закрыто. Тут должна быть заправка, но ее спилили и продали лет 50 назад. Что, давай пару фоток, поехали? Ну что, ребят, взялся новый ТАСС. Так плюс-минус это выглядит. Короче, вы мне одну вещь объясните. Во-первых, почему здесь на спидометре 100 миль в час максимальная скорость? У меня на траке 85. У меня на траке 2012 года на воле 85. На этом куске дерева 100. Это вообще как? Уже стекло все расклеилось. потолок какой-то опущенный. Это, короче, ребята, старинный эвакуатор. Я так понимаю. Потому что, ну, что это еще такое может быть? Вот это вот все привода работают. Смотрите. Все шестерни работают. Трос висит. Сейчас Юля покажет вам трос. И вот так вот эта машина выглядит. Тоже Chevrolet. Все древние машины почему-то Chevrolet. Наверное, и радиатор там еще живой. Короче, фары. Все, все живое. Что-то сюда цепляют. И поехали. Такие вот дела. Наш трак вон там. И вот так вот тут не к месту тесловские заправки. Что я даже вам передать не могу. Насколько они здесь не к месту. Это же просто жесть. Смотрите, ребят. Это, короче, мойка и смазка. Раньше выглядели вот так. Просто такой маленький бак сюда загоняется машинка. И салам алейкум. Помыто, покрашено. А вот так вот раньше выглядели колоночки. Во-первых, тут какой-то чувак приехал. Это на ходу машина. Это не экспонат. Смотрите. Ну, это же просто сказка. Пистолетик. Заправка. Прямо вдоль дороги, видите, останавливались машины. Я даже не понимаю, сколько это стоит. Доллар 23, что ли. Сейчас перекрутили на 4,81. Но такой цены в Техасе никогда не было и не будет, я надеюсь. Таких цен нету. 4,70 за галлон. Тем более 50 лет назад. Я думаю, копейки стоило. Это на новый лад уже. Ну что, ребят, налетай. Бензин, газолин, дизель. Со скидкой фью карты работают. Всех заправлю, всех подправлю. Куда залезть, налетай. Что-то сегодня не идет бизнес. Мало покупателей. Да и у меня что-то бензин закончился. Все. Надо другой бизнес задумывать. Кстати, называется Каноко. А сейчас у нас популярные Саноко есть заправки. Так что годы идут, названия меняются всего лишь на одну букву. А что там внутри? А что там внутри? А там внутри, ребят, старинный кассовый аппарат. Как в софтдепе, короче. Ну что, ребят, вот наш конь. Довольная жена. И мы отправляемся в сторону Амарилло. Смотреть на другие достопримечательности. Гоним. Что-то забыли мы, ребят. Что-то мы забыли, ребята. Стой! Поехали. Стой, говорю. Ладно, садись. Дверь открой через окно. Открывай. Теперь садись. Чуть не забыл. Да, я чуть-чуть не забыл, да. Случайно чуть не забыл. Все, погнали. Оказывается, Каноко тоже заправка существует. Вот то, что мы сейчас фоткали, древнее, это дед вот этой заправки. Вот она, Каноко. Даже треугольничек такой же, как там был. Очуметь, она еще жива. Все, вот хайвей, видите, я вам говорил, мы только выехали с заправки. И вот, сороковка направо, сороковка налево. Нам на вест, нам налево. Вот и все. Ведь это совсем не захолустье. Это прямо вот, ну, на дороге. И вот он, хайвей. Такое гиблое место, рядом с таким крутым хайвеем. Нам час с чем-то с небольшим ехать до тракставчика. Погнали. Ребята, аудитория моего канала делится на два типа. Те, кто смотрит из России, просят побольше снимать про Америку. Мол, Артур, стало неинтересно, когда ты перестал показывать виды. А те, кто смотрит из Америки, говорят, хорош нам показывать виды. Давай нам траки, цены, компании и так далее. Ну, так как я сейчас с женой катаюсь, мы возвращаемся на год назад, тогда, когда я снимал виды. Я радую тех ребят, которые смотрят из России и вообще всех стран СНГ. Мы сейчас остановились вот на такой прекрасной эрестерии. Сейчас камушек катите. Не, камушек не возьмем, он слишком большой. Он как ты весит. 40 килограмм. Короче, ребят, вот так вот, красивенько. Сейчас пойдем вовнутрь. И там сзади этой эрестерии. Я тут уже бывал не раз, там очень красивый вид на прерии. А вообще тут в Техасе какие-то сумасшедшие огромные муравьи. С палец размером. И вот такая прекрасная эрестерия. Вот такая вот эрестерия. Здесь всякие вывески о том, исторические сводки всякие. Какой-то черный дождь. А, я знаю, в Техасе и в Южных Штатах когда-то сто лет назад были огромные песчаные бури, которые разорили просто города. Люди от голода начали погибать, потому что все урожаи погибли, поля стали непригодные. Да, это было. Такое было в Техасе. Ну и пойдемте выйдем на задний дворик. Очень тут красиво. А тут тишина. Звуков от траков нету. Дорогу не слышно. Красота. Блин, монетки нету. Можно было в биноквы посмотреть. Монетки все в траке. В кармане не ношу. Смотрите. Вау. Офигенно. Так, ребята, мы находимся с вами на тракста ПТА в городе Амарило. Искупались, приготовились. Гоним самый знаменитый стейкхаус в Америке, в Техасе. Он прямо на сороковке называется Big Texan. Пошли посмотрим, что это. Еще когда я ездил в компании компанейским водителем на стажировке, мне мой учитель сказал, хочешь самый офигенный стейк, заезжай сюда. А я потом 10 раз мимо него проезжал. Каждый раз смотрел. А так как я один, сам себя баловать я не привык. Пойдем сейчас с женой, потому что хоть с ней я вынужден был остановиться. А так я бы так и до конца жизни мимо него ездил. Гоним, короче, туда. Тут всего лишь идти вот так под хайвей и направо. И мы там сразу же будем. Вот, ребят, мы на месте. Тут люди на лимузинах то ли приезжают, то ли уезжают. Лимузины, конечно, стилистически выдержаны. С рогами на капоте. Очень прикольно. Ну и вот, собственно говоря, заходим внутрь. Вот такой вот магазинчик здесь сувенирный. Вот такой вот здесь буйвол висит. Прикольный. Всякие значки, ручки. Сейчас всего лишь 66-я дорога. И мы пойдем посмотрим, можно там сесть, покушать. Короче, нам сказали полтора часа ожидания. Дали пейджер, сказали, он начнет вибрировать и мы должны прийти. Полтора часа ожидания. Ну тут, конечно, народу до хрена, ребята. Вот такие вот рога на стену продаются, настоящие коровьи. Всякие здесь лохотроны. Такой дядька с деньгами сякой. Какая-то еда лежит. Там лохотрон. И очень много людей без масок. Это тир. А, это лазер так, ребята. То есть, ты стреляешь лазером. Вот такие вот тут залы, казиношки. Какие-то туалеты, что ли. Или фотосалоны, не знаю. А там что есть? Задний дворик какой-то. О, здесь пахнет шашлыком. Очень сильно пахнет шашлыком. Вкусно пахнет? Да. Юля голодная, а нам сказали полтора часа ждать. И... Кстати, здесь дают бесплатно, видите, написано? Free 72 унции стейк. Короче, вам дают двухкилограммовый стейк. И если вы его съедаете, то он за счет заведения. Но мне кажется, еще не было такого человека, который съел двухкилограммовый стейк. Поэтому они на этом зарабатывают неплохие деньги. Это какой-то тандыр стоит. Короче, вот так вот тут. Ну, наверное, еще где-нибудь подождем. Полтора часа, конечно, очень много. Но мы справимся. Ребят, смотрите, какой красивый мужчина. Раз. А уже не такой красивый, да? Смотрите. Страшновато. Ну, этот Техас и выглядит так, как будто здесь зомби-апокалипсис случился. Поэтому такие фотки нас не страшат. О! Помните, седьмую милю смотрели? Чувак в электрокресле. Интересно, это электрокресло настоящее? Так в Америке по сей день казнят людей. Я не шучу, в Америке смертная казнь не отменена. И людей казнят через инъекцию или через электрический стул. Такие дела. Вот такая вот коровка идет на мясо. Мы сегодня ехали, очень много таких видели. Это техасская порода, ангус называется. Я не знаю, ее разработали в Техасе или что, почему она техасская. Короче, Юля говорит, что она сейчас полтора часа так изголодает, что, в принципе, может победить в конкурсе на съедение двухкилограммового куска стейка. Но я в это не верю. Потому что не может человек съесть два килограмма мяса. Тем более такой маленький, как ты. Не можешь. Ты тут тоже хочешь сфоткаться? Уже где-то полчаса прошло, ждем еще час. Смотрите, какой здесь прикольный мотель. Потом пойдем туда. Короче, пофоткали эти две тачки, эти отели, эту гориллу, эти качели, этого быка. Еще где-то нам стоять здесь минут сорок. Жрать хочется. Копим аппетит, чтобы как-то сожрать. Мы уже посмотрели. Там, короче, либо 700 грамм мяса, либо 500, либо килограмм. Ну, мы, короче, возьмем килограмм. И мы с Юлей спорили, какую лучше прожарку брать. Потому что сколько раз я не брал, короче, эти всякие стейки. Мне не нравилось, потому что они были жесткие и я не могу как прожевать. Короче, мы посмотрели. Надо брать Medium Rare. Как скажите мне, пожалуйста, Medium Rare. Это должно быть чуть-чуть с кровью. Будем брать и пробовать, чтобы было мягенько. Ну, мы погуглили. Оказывается, Medium Rare это самое популярное мясо, продаваемое в Америке. Поэтому будем брать. Устал ждать, устал ждать. Что здесь интересного? Бассейн какой-то есть. Прикольно. Ну и все, собственно, я пошел обратно. Ребята, поехали. Кого стреляешь? Помнят, а просто так заорал? Кто-то другой не застреляет. Там женщины стреляют. 24 попадания из 25 выстрелов. Один раз промазал. Да ладно. Один доллар кладешь, 25 выстрелов дают. 24 раза попал. Я бы тут точно игрушку. Надо в следующий раз в парк зайти, и я в тирже настоящий постреляю. Я, короче, в пятом классе ходил на стрельбу. Вот из такого и из пистолета. Обычного. Я стрелял. Надо будет попробовать как-нибудь в парке, чтобы что-нибудь выиграть. А то тут так просто на интерес. Сейчас доллар еще вставлю, Юлька постреляет, Юлька не хочет. Ну, а мы коротаем время как можем. Пойдем дальше коротать. Ребят, я не знаю, что там, но чтобы открыть эту дверь нужно заплатить доллар. И там кто-то из этой двери говорит, пожалуйста, спасите, помогите, откройте дверь. Стань сюда, Юль. Снимай. Не, мне белая дверь не нравится. Ну что, открываем? Ты что, в туалете? Ха-ха-ха. Всем, Дед Мороз. Ха-ха-ха. Короче, тут Дед Мороз на сортире, у тебя туалетная бага закончилась, мужик. Детские развлечения за доллар, ребята. Еще можно доллар засунуть сюда и посмотреть, как мужика бьет током, и он умирает в конвусиях. Но это как-то слишком жестоко, лучше я к кому-то залезу в туалет, по-моему. Поэтому не, хорош. А нас вот-вот уже должны вызвать, мы полтора часа подождали, ждем с минуты на минуту вызова в кушальню. В кушальню будем заходить. Ура, господа, гоним. Здесь зал, прям там жарят барбекю, стейки прямо в зале, чтобы все видели. И есть второй этаж. Две люди. Гоним. Все в оленях, все в медведях и еще в других убиенных. И очень много людей, на самом деле. Но красивенько. Садимся. Стулья-то какие крутые. Все, ребята, заказываем килограммовый стейк и пиво. Литр. Я хочу хлеб с маслом. Сейчас будет. Давай, заказывай. Ты же будешь есть килограмм мяса. Это одна сороковая. Это одна сороковая твоего веса. Посмотрим, как ты съешь. Я хочу хлеб с маслом. Да, сейчас все будет. Что ты переживаешь? Вот тут что-то лежит. Что это такое, шоколадки? Масло. Хорошо. Все, сейчас придет официант и закажем. Пока посмотрите. Вот прямо здесь кухня. Готовят стейки. Всякие олени, олени, олени. Ну, Техас славится. Попробуем. 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 Все, заказали, короче. Килограмм мяса, два салатика небольших, но не входит в стоимость. И заказали пиво. Короче, здесь пиво продается не кружками, а такими рюмочками. Это из Техаси покупают все. Да, 10 разных, короче, пив. Тут пивоварня. Они прямо в этом кафешке варят пиво. И вот 10 разных пив нам принесут по 100 грамм. Ну, получается литр. Как-то так сейчас принесут, посмотрим, что будет. Я уже жахнул, не знаю, стакан, пол-литра, наверное, уже жахнул. Ну, сегодня никуда не едем, а до завтра я отойду. Поэтому в Техасе это можно. Да? Нельзя. Нельзя? А я сказал можно. Артур вообще-то не пьет. Но сегодня отдыхаем. Что-то голодное. Воду не просили, но они приносят сюда. Давай, покажи всем, как ты кушаешь. Масло уже взяла. Да. Горячие булочки принесли и масло. Скажи мне, вкусно? Мы сегодня не ели ничего, я не знаю, весь день. Ждали этого стейка и потом здесь пришли и полтора часа еще ждали. Я знаю точно, что в Америке вот эти масла, они почему-то очень вкусные, потому что они подсоленные немножечко. Да, вот салтед бутер. Они такие вкусные. Я работал в кафе, я этого масла съедал, я не знаю сколько. Все, ребят, приятного аппетита. Принесу стейк, покажу вам. Кстати, мы заказали с кровью. Никогда в жизни не ел мясо с кровью. Надеюсь, как бы я справлюсь и не придется просить их дожарить кусок мяса. Я еще не успел доесть горяченький вкусенький хлеб с маслом. Нам уже принесли разу 3-4-5, разу 3-4-5. Где-то пиво, которое они сами варят здесь. Похоже, Артур сегодня будет спать крепко. Хорошо, трак припаркован рядом, никуда ехать не надо. Шикарно посидим, отдохнем. Завтра нам ехать в Аризону 750 миль, поэтому завтра предстоит поработать. А сегодня можно и отдохнуть. Кстати, завтра заезжаем на Cadillac Ranch. Покажу вам попозже, что это такое. Хорошо, ребята, приступим к дегустации. Темное, нефильтрованное. Где-то так... О, это я такое и заказывал там в баре. Ой, я и заказывал. Это какое-то красноватое, оно тоже нефильтрованное. Здесь название есть. А что они поймут-то, если это местные? Ну ладно, давай потом покажешь. Я, лично говоря, в пиве не взлоток. Вот это четкое. Вот это четкое. Светлое? Вот это прям хорошее. Да. Слушай, я уже напился. Я не могу прям брать и... Это горькое, прям очень. Такое ощущение, что с водкой смешали. Это как обычный бар. Как вот это и есть бар. Окей. Тут все, ребят, тут все пиво нефильтрованное, все мутное. Ну и салаты принесли. Я не знаю. Пока я тут пью пиво, нам принесли салаты. Когда Цезарь, наверное, тебе поймёт. А я вон тот салат наберу. Салаты принесли на таких металлических сковородках. Да, ребята, уже поняли, что все пиво непонятно из чего сделано. Вот два салата. Я просто, ну, реально говорю. Пиво как пиво. Оно все разное. Вот это вообще на колу похоже. Блин, какое оно горькое. Все-таки, вы знаете, пиво должно быть брендовое. Вот это вот, когда кто-то варит, непонятная подяга получается. Ни разу я еще не попробовал пиво. Вот это вообще кислое, как яблочный сок. Ни разу я не пробовал пиво в пивоварне. Маленькое, чтобы оно было вкусное. Потому что это не мейнстримное пиво. Большие бренды типа Бада или Галсберга, или Туборга знают, как сделать вкусно. Но, конечно же, там фиг знает, что мы в этой бутылке покупаем. А здесь, ну, явно пиво. Раз они варят здесь. Да, это очень горькое пиво. Оно все очень жесткое. Оно все там около 9 градусов по Цельсию. А по Фаренгейту это сколько? Неизвестно. Поэтому мы сегодня напьемся знатно. Цезарь соус, салат. И сейчас нам должны принести мясо. Вау! Вот это кусман, ребята. Ты сможешь его порезать вообще? Просто, чтобы вы понимали, ну реально килограмм с палец, наверное, толщина. Это целое... Это кусок называется рибай, а говядина называется ангус биф. Мы ее еще не видели. Вот с такой чили. Мягкое, вау! Очень мягкое. Оно кровяное, мягкое. Кровяное? Сейчас мы смотрим на Артура лицо. Давай резать, давай резать и попросим дополнительные тарелочки. Пошла жара. О, оно совсем розовое. Совсем розовое? Да. А это вот очень съедобно, а? Положи мне этот кусок. Прям полностью. Давай. Так, ребята. Ну, оно не прям совсем розовое. Так? Ну да, оно очень мягкое. Короче, дали нам сырое мясо. Сейчас будем кушать. Так, ребята. Это соус. Да мы без соуса в начале. Я уже поздно. Пробуем. Слушайте, ну оно мягкое. Не пойму вкус, но мясо очень мягкое. Жуется легко. Раньше я ел какие-то жесткие. Может быть это от прожарки было? Не может быть, а точно. Без соуса даже не вздумайте, оно наверняка безвкусное. Оно безвкусное. Абсолютно. Еще разок. Вот этот стейк стоит того. Запомните, medium rare. Это то, что мы взяли. Я вам показал. Сырое мясо. Чили сейчас попробую. И вот такое вот вкусманище. Там двайк что ли? Обалдеть. Давай тогда по тарелкам разберем. Будем пить, сидеть, болтать, отдыхать. Фух, ребят. Сейчас расскажем, что да как. Короче, мы вышли. Вот. Я чуть-чуть пьяный, потому что Юля из 10 этих стопочек выпало всего... Две. Две. А я остальные 8 и до этого еще стакан. Короче, что я могу вам сказать. Это отличное место, чтобы познакомиться с американской культурой. Мы полстейка забрали обратно. Знаете почему? Потому что знакомиться нечем. Нет никакой культуры. Дайте этот вот отличный кусок мяса. Вот честно говорю. Очень мягкий, очень нежный. Очень вкусный, маленький, большой кусок мяса. Дайте его Ашоту, Гоге, Ахмеду. И он из него сделает такую пушку на мангале. Да. Даже Юля. Даже Юля, да? Даже Юля. Она и на сковородке, и в духовке, и в казанчике сделает такую пушку с этого мяса. Просто отличное отменное мясо. Насколько они не умеют готовить, я вам передать не могу. Каждый раз, когда я ел стейк, я каждый раз себе говорил, это последний раз. Я больше пробовать не буду. Потому что каждый раз, я не знаю, раз 5-10 пробовал стейк разной прожарки. Каждый раз я себе говорил, все, это последний раз. Но сейчас мы проезжали через Техас. И мы проезжали через это место, которое типа самое-самое лучшее место по стейкам. И так как я был женой, я говорю, ну попробуем еще раз. Загуглим самую популярную степень прожарки и возьмем ее. И вы знаете, в нашей русской душе есть сырое мясо как-то не прикол. Вот честно говорю. Да оно мягкое, да оно нежное. Но вы поймите одно, что это мясо без соуса, оно вообще, короче, безвкусное. Вот мы попробовали, они дают соус, вы туда макаете мясо и кушаете. Весь вкус в этом соусе. Мы попробовали без соуса. Мясо пресное, невкусное. Короче, фигня полная. Да, это не так, просто привык к замаринованной мясе. Да, мы привыкли к нашему любимому шашлыку. Поэтому давайте, я не знаю, если есть русские, которым нравятся стейки, то вы какие-то странные. Не странные, напишите в комментариях просто. Напишите в комментариях, где вы их кушаете и какой степени прожарки. Потому что я уже, по-моему, попробовал все. Но нет, сегодня был самый менее прожаренный стейк в моей жизни. И он мне не зашел. Ну, нормально как бы. Лучше, чем совсем сухарь. Но как можно есть сырое мясо, я не понимаю. Короче, все. Мы идем на тракстап. Там наш трак. И мы будем спать. Завтра выдвигаемся в Аризону. Встретимся с вами уже там. А нет, встретимся с вами на ферме Кадиллаков. Кого? Кадиллаки. Да, Юля поставила метку на карте. Едем на Кадиллаке. Доброе утро, пацаны. Надеюсь, я вчера по пьяни ничего там вам не наговорил. Но я помню, я был в уме и здравии. Поэтому я просто высказал свое мнение по поводу стейков и американской кухни. Короче, смотрите, что за чудо произошло, ребят. Нету ни алкоголика Игорька, ни задолбавшего меня Валеры. Что это значит? Ровно пять дней я лицезрел на своей панели вот эти вот два недоразумения. Заметив то, что ДЭФ уходит катастрофически медленно, я как выехал с Нью-Джерси, я ни разу ДЭФ не заправлял, он практически стоял на месте. Я понял, что там то ли форсунка, то ли что-то забилось, закоксилось. Надо было с этим что-то делать. У меня лежало в багажнике два Блю ДЭФа из магазина, из Волмарта. Мне все говорили, что ДЭФ на тракстапах говно, и я решил это проверить. Я просто залил 5 галлонов Блю ДЭФа из магазина. Он дорогой, просто попробовать. И что вы думаете? У меня все пробилось, прочистилось, и у меня теперь пропали чеки. То есть можно с уверенностью сказать, если мы не будем заправлять ДЭФ на тракстапах, то 90% проблем с ДЭФом и с DPF и с EGR у нас просто пропадет. Поэтому пользуйтесь. Я теперь буду заправлять ДЭФ только на тракстапах в бутилированных бочках. Я буду брать только дорогой ДЭФ, потому что сегодня переплатив за ДЭФ, завтра мы экономим на ремонтах огромные суммы. Ну, вот это не совпадение, ребят. Я вам говорю, я проехал 2500 миль, у меня пропали чеки. Это просто кайф, и такого не бывает. А мы сейчас находимся, видите, как красивенько изрисован асфальт. Мы находимся с вами на Cadillac Ranch. Погнали вместе с моей женой. Она уже там. Посмотрим, что там вообще происходит. Опять же сто раз тут проезжал. Каждый раз смотрел на эти Cadillac. Вон они закопанные. И ни разу не остановился. А сегодня... Сегодня я просто вынужден. Поэтому пойдемте поглазеем. А, ну да, ребят. И самое главное, то, что пропали чеки, это говорит о просто офигенном качестве ремонта в Сакраменто. Там, когда чинят, просто проблему как рукой снимают. Я сначала подумал, что, блин, опять вылезло. А потом, видите, как получается. Проблема в дэфе. Поэтому приезжайте в Сакраменто, чините свой дэф, и потом заливайте правильный дэф, и будет вам счастье. Короче, ребят, 10 Cadillac, закопанные в землю, символизирует 10 месяцев в году. Ну, вообще-то я придумал эту историю. Я не знаю, просто хлам закопанный в землю, мордой в нос. Ничего интересного. Полная помойка. К машинам прислоняться невозможно. Они все мягкие от того, что на них миллиард слоев краски, разбухших на солнце. Что еще сказать? Место переоценено. Фотки нормальные не получаются, потому что народу дофига. Дети ходят, красят машины и так далее. Поедем дальше. Просто краска вляпалась. Она как татушка какая-то переводная стала. Сейчас важными салфетками ототрем. Короче, все, ребят, мы закругляемся. Ферма. Ну, так, на один раз хочется доехать, фотку на память сделать. И больше никогда не возвращаться. Колеса поснимали. Машины эти горят. Прямо буквально каждый год по разу. Ну, наверное, их специально обжигают, чтобы слои краски снять. Потому что там на некоторых машинах аж вот такие бугры мягкого чего-то. Вот краски. Видите, на тех местах, куда в человеческий рост удобно дотянуться с баллончиком, там образуются наросты, как опухоли такие. Вот видите, вот этот бугор. И это все очень мягкое такое. Не понимаю прикола. Кстати, в Техасе граффити на улице. Уличное граффити – это уголовное преступление. В Нью-Йорке абсолютно, я не знаю, в Нью-Йорке это хулиганство, штраф 500 долларов. Поэтому весь Нью-Йорк зарисованный. В Техасе это очень серьезно регулируется. Поэтому вот есть места, где можно красить, и люди приезжают и раскрашивают все, что видят просто. Ну, вот такие вот разные законы в разных штатах. Ладненько, ребяточки. Наш трак там. Пойду кошелек возьму, куплю кофе. И поедем. Следующая остановка – Альбукерке, штат Нью-Мехико. Хочет в поле. Ну, пойдем в поле. Взяли кофейку вот в этом доме на колесах. Выезжаем. Я уже заправился с утра. Лобовое протер. Чек устранил. И можно ехать, ни о чем не думать. Нам остается 700 миль, ребят, до разгрузки в Аризоне. Завтра 12 дня у нас в Деливере. И потом будем пытаться доехать до Лос-Анджелеса. Ну что, ребят, проезжаем через Аризону. Юля увидела впервые в жизни что-то похожее на Гранд Каньон. Эмоции, полные штаны сидит, снимает все. Таймлапс. Кстати, подписывайтесь в Инстаграм, на мой на ее. Там будет много сторисов. Уже там много сторисов и постов. А будет из Лос-Анджелеса еще. И где мы бы не остановились, оттуда будут сторисы. Подписывайтесь, залетайте. Мы едем дальше. До разгрузочки остается 6 часов. Но я, скорее всего, сегодня не буду доезжать. Потому что я с Юлей езжу. И по ночам мы стараемся не ездить, чтобы все видеть. То есть мы передвигаемся в светлое время суток. Так что мы сегодня доедем часов до 9. Остановимся поспим. И завтра с утра доедем прекрасно. Потому что там перед Фениксом самые красивые виды. И чекпоинты. Эти вьюпоинты. И рестерии. Так что мы там будем останавливаться. А пока что наслаждаемся видом. Я-то уже как бы орел стрелянный. Меня уже не удивишь этими видами. Поэтому я одел очки. В очках оказывается намного приятнее. Намного красивее. Все цвета ярче. Без очков уже не вставляет. Поэтому буду ездить в очках. И как в первый раз наслаждаться красотой Аризоны.